47,7% – такой была явка харьковских избирателей на участке. Наиболее активно голосовали в 170-м округе – это центральный Дзержинский район Харькова – 51,8%. А самая низкая явка была в 179-м, объединившем Купенский, Боровской, Изюмский и Шевченковский районы области. На этих выборах наблюдатели зафиксировали более низкую активность граждан. Подтверждают это и в облгосадминистрации. Наверное, все-таки повлияла та ситуация, почему-то же нас все-таки назвали розовой зоной, правильно? Вот это, совокупность всех этих факторов повлияла на данную явку. Ну и плюс, конечно же, если без каких-то шуток, то все-таки это летний день, жаркий, и у нас никогда еще серьезные выборы не проходили в такой период. Снизить активность населения могла и искусственно нагнетаемая истерия. Об этом уже говорят в центре «Майдан-мониторинг». Информационные вбросы с целью запугать избирателей проводились в Харькове и Одессе. Шли через одно из печатных СМИ еще не закрытые российские каналы и с помощью сарафанного радио. На протязи останних минимум трех тижнів в місті різними каналами розповсюджувалася информация про те, что на выборчих дільницях будут теракты, будут вбивати людей. Остання чутка была про те, что будут забирати в армию молодых людей, які прийдуть голосувати прямо с выборчої дільниці. Однако ожидаемых провокаций так и не произошло. Профилактические мероприятия, дабы розовая зона не превратилась в красную, дали положительный результат. Подсчет голосов осуществлен в штатном режиме. Если сравнить те механизмы, схемы или обстоятельства, которые могли помешать или повлиять на ход избирательного процесса 2010 года и сегодняшний день, то в десятки раз снизились проблемы, которые могли бы отразиться. Да и сами выборы прошли без существенных ЧП. Самым печальным оказалась смерть на избирательном участке. 73-летний пенсионер скончался от сердечного приступа. Среди других инцидентов, зафиксированных в день выборов, задержание нескольких молодых людей с дымовыми шашками, патронами, металлическим прутом, ножом, газовыми баллончиками и балаклавами на площади свободы, лжезаминирование избирательного участка на улице Пушкинская, нападение выпивших граждан на милиционера во Фронзенском районе и подброшенный муляж гранаты в Купянском районе. Подразделом милиции проведена значная работа для забезпечения громадского порядка и безопасности наших граждан под час проведения выборов. До сегодняшнего подразделом милиции зафиксировано 11 событий, что мало отношения до выборов, но не вплинуло на ход их подготовки. Без фальсификаций и манипуляций. Среди процедурных случаев нарушения тайных голосований на одном из участков по улице Атакара-Яроша, где студенты отчитывали, что они проголосовали наблюдателям от Допкина и Тегибко. Внесение уже в день выборов без разрешения суда 25 человек в списке и попытки выдать бюллетени при отсутствии необходимых документов. Также был засвидетельствован странный инцидент на 123 УИК. Туда около восьми вечера приехали люди, представившиеся киевскими журналистами Интера. Они потребовали бюллетени на основании того, что находится в командировке. Как бы оператор, он не был вот с такой классической операторской камерой, скорее всего был вот с таким вот стримом. Не знаю, там работают они сейчас или нет. Ну и они вот как-то вот были заточены на то, чтобы устраивать этот скандал. Уже с 20.00 уже закрылись участки, уже там 21.00, они все продолжали. Вы должны нам дать возможность проголосовать здесь в окружной. Не обошлось и без технических проблем. После прибытия комиссий со спецучастков около 12 ночи из-за кибератак легла система выборы. И хотя ЦИК рекомендовал начать проводить прием комиссий вручную, в некоторых окружкомах ждали возобновления работы системы, из-за чего на УИК образовались очереди и затянулся прием результатов. Оксана Нечапаренко, Виталий Лапскир, Алексей Антонов, Антон Калита, Агентство телевидения новости.